народ привет с вами снова мы дальше находимся в эмиратах нашем красивом отеле в дубае и решили мы сделать уборочку смотрим да уже уборочку пора делать принципе немножечко уже и постель надо поменять и полотенечки и решили мальчика попробовать снять уборщиков мальчики потому что здесь мужчина убирает на деле здесь женщины не ну может быть на нашем этаже вы видели только мужчин вот решили пригласить и попробовать снять видео и какое-то интервью с ними потому что нам интересно как вообще не эту кровать перестилают кровать просто давай просто вот покажем кровать наташа говорит это вообще-то и поднять нельзя просто как они это делают на тяжелее вообще не говорю я про матрас нам это интересно просто узнать и интересно узнать ваше мнение даете ли вы чаевушки оставляете ли их потому что мы знаем вот мифы таких что вот если будет лежать где-то вот как мы положили пока на столе могут не взять что обязательно денежку нужно положить на край кровати такие вот негласные правила и гласные правила и мифы нам просто интересно вот а кстати оставляйте вообще вы чаевые мы тогда вот в турции в египте каждый раз мы старались в класс доллар там мамы когда путешествовала с наташей мы стараемся класть денежку вот в эмиратах тут такой отель шикарный ну вот нам вчера не убрали а потому что мы просыпали весь день мы были уставшие и мы сегодня кладем 10 дирхам это 27 долларов попросили дать нам водички дать нам гели душ и туалетную бумагу как бы все нам дали просто мы в уборке не нуждались но так примерно 5 10 дирха мы тоже всегда помню ваше мнение про уборку сейчас мы будем звать мальчика уборщиков и покажем вообще согласятся ли удовольствие не снимать это наша придумала такой давай пока сидим вот мне вот интересно пошли как раз в последнем номере стали стучать и мы поняли что это наши мальчики уборщики в общем будем сейчас их звать пробовать да может они конечно не знаю потому что они не хотят но вдруг возможно это и как бы политика компании не разрешает такие съемки нам было бы интересно как они особенно перестелали этот матрас я не знаю ставьте лайки подписывайтесь сейчас будем не знаю попросила ребят зайти говорят мне через 30 минут говорю да нет давайте сейчас уже такая тема лайфхак смотрите если вы боитесь что дверь захлопнется когда вы выходите вот такую штучку себе ставите и все выходите спокойно в коридор зовете колуна на на наш прекрасный отель сейчас ребята одевают перчаточки и будут заходить к нам в номер я тяньки наташа в компьютере ищет интересные места и меджин ли я нот хи я но проблему а 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 или а а о и а бед а с если я вам меня есть деньги, ты возьмешь это? да нет не почище не не и Почему? Это типс. Это типс. Мы знаем, что мы должны поставить деньги здесь, и ты возьмешь. Ты возьмешь? Да. Ты можешь возьмешь. А ты объясни. Потому что в нашем стране мы можем поставить это в любом случае. И мы думаем, что ты возьмешь. Но кто-то сказал нам только здесь. Он начал кивать головой, и он из Индии. Правильно? Он сказал, что если положишь на кровать... Если на кровать, да. А так он по всем вот этим местам они не имеют права брать. Возможно, это ваши личные деньги. Вы просто положили их там в значу, какое-то пользование. Кстати, у меня была... Друзья рассказывали, они в Египте подарили сыну 20 долларов на день рождения. Он ребенок положил их. Пошли они на завтрак. Приходят, 20 долларов нет. Но это было лет 15 назад. То есть 20 долларов туда были приличные деньги. У кого-то тоже в этот момент был день рождения. Ну, то есть не соблазняйте людей. Да, не соблазняйте. Возможно, в Египте, в Турции возьмут. Но мы уже пару раз видели. В Черногории, в Гонконге, в таких вот странах, которые не избалованы, скажем, людьми из СНГ, где больше иностранцев не берут. Только на кровати. Только на кровати. Да, только если положено на краешей кровати, они возьмут. Сейчас мальчик сказал, что я туда не имею права брать. Ну, наверное, вот такая политика компании. Так они обучены. А вот с кровати спокойненько. Ну, кровати реально, люди же не кладут деньги, правильно? Ну, на краешей полной. Ну, как бы, в принципе. Поэтому, вот, где-то на полочку, на вот это, никто у вас деньги не возьмет. Если вы хотите, конечно, поблагодарить. Если вы видите, что... Работа, люди же стараются, что приятно, что они перестирают, перестилают. Вот сейчас вот реально, мне интересно, как они эту кровать будут поднимать? Ну, а я нет, я буду смотреть. Это просто огромная кровать, я не знаю, как он передвигает ее. Наташа, на твой чемодан и на мой складываю. То есть, это наше уже можно брать. Смотри, на мой, на твой чемодан складывают одежды. То есть, получается, это наше. Мы можем уже это забрать, да? Ух ты, просто, просто одной рукой потяну и все. Вообще. А такой мальчик, ну, такой, он коренастенький, ну, не это вот. Сори, а how many rooms you clean up per day? How many rooms? 32. 32, 32. Вау. And you have one day off per week? One day per week or per 10 days? One week. No. One often week. And what you are doing, enjoying Dubai or sleeping? То есть, один выходной, я спросила, наслаждаешься Дубай или спишь? Мальчик посмеялся, я думаю, что он спит. Ну, я думаю, про зарплату нелогично будет спрашивать, он не ответит. Но могу предположить где-то 3000 дирха, мне так кажется. Если кто-то знает, поправьте меня. Обычно вот персонал платят столько, но у них есть жилье, у них есть питание. Естественно, виза, транспорт и, конечно же, перелет один раз в год домой и страховка. Ну, вот про перелет, ладно, я еще не уверена. Он должен быть. Но вот не всем даже, по-моему, не все учителя в нашей школе, даже за какой у тебя контракт. Ну, мальчик очень даже быстро справляется, я не знаю, он так матрас выдвинул, Наташа его поднять не могла. Ну, понятное дело, что у него работа такая, что он как бы уже приспособлен к этому, обучен. Вообще персонал очень вежливый, нет никакого жлобства, ничего. Ну, бывает, знаете, бывает. Когда-то помню, в бытность моих только начало путешествий в Турцию попадались жлобковатый персонал. Ничего делать не хотел, не убирал, было грязно. Ну, это здесь люди перестилают, работают, все окей. Ну, хорошо, что мы сейчас их попросили, они ждали бы 30 минут еще. Что, Наташа? Он заправляет точно как я. Да? Я думала, есть какой-то секретный способ. Наташа все хочет секрет узнать, как заправлять кровать. Ну, да, заправляет, но это тяжело, он быстро делает. Он сейчас похож на малютку-привидение. В общем, опять-таки я вам успела показать, по-моему, что они одели перчатки перед уборкой. Да, они сняли перчатки с того номера и одели новые перчаточки. Вот, мусорочку поменяли, вот такой у нас. Там уже все убрано, но это просто вообще мега. Ну, дай, зайди в ванну. Ты же сказала отсюда поснимать, да? Смотрите, уже кровать опа и готова. А, здесь у меня, наверное, еще должны попасть. А, ну. Не знаю, лица нет. Тут еще это. Бумагу повесил. Этого на пола нет. Ну, там он что-то принесут сейчас. Кстати, очень приятно всегда, 4 бутылочки воды стоят. Да, это очень приятно. Отель Гевора, фирменный. Но это дорогого стоит, потому что жарко. Но мы и так все время. Смотри, смотри, смотри. Как человек работает. Наташа в восторге. Вот мальчик пришел с полотенцами. Второй. Как сказать, да? Можно смотреть на три вещи. На огонь, воду и когда человек работает, когда ты отдыхаешь. Просто мега, мега быстро. Ну, 32 комнаты в день, это, конечно... Это много. Ну, это много, но... Такие на съемку. А, у нас с ней как-то. А, салфеточки нам поменяли. Про нас закончились салфеточки. Спасибо. Поставили гель и шампунчики. Положили, наверное, мыльце. Ну и, кстати, приятные здесь. Мне вообще нравится здесь и гель, и для душа, и кондиционер, и body lotion. Все в порядке. Опять-таки, были когда-то мы в отеле в Турции, там была очень... Там была такая какая-то вот, сказать, вот штучка, с которой должна была давиться шампунь. Да, да. Шампунь был дико нехороший, и хорошо. Тогда мы взяли свою шампунь. Ну да. И потом уже только, когда мы ввалим Magic Light в пятерку, и там действительно были классные шампуни. Ребята просто скоростные. Свои 2,7 доллара они заработали. Это просто скорость. Это вообще-то... Знаете, как рекламируют какого-то спортсмена, какая-то фирма, когда он бежит. Вот это я так могу сказать про этого молодого человека, как он все быстро делает. Ну вот, народ, смотрите. Сами, конечно, чаевые, это ваши деньги. Заслуживают ли ребята чаевые? Заслуживают ли люди, которые вас убирают в номерах чаевые? Конечно, это только от вас. Ну, наверное, какая-то часть их зарплаты за чаевые все-таки. Конечно. Возможно, я себя работала на такой работе. Я бы старалась бы купить себе что-то на чаевые, да? А зарплату откладывать. Спасибо, пока у второго. Извините, брат. Можете мне сказать... Какая цена ваша зарплаты? 1,300. 1,300 дрхамс или долларов? Дрхамс. Дрхамс. Но у вас здесь есть флот, у вас есть гости, да? У вас есть транспорт. У вас есть это? Компания. А? Компания. 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 Ты счастлива здесь? Ты из Индии? Из Индии. Из Индии. Из Керала? Я знаю. Все, кто из Индии из Керала. Спасибо, брат. Боже, зарплата 1300. А ты же сказала 3000. А я сказала 3000. Стукните меня кто-то. Да, стукните меня. Ну, теперь, ребята, вот подумайте, как... Как вообще жить на такие деньги? Я думаю, что если все у них есть, они просто откладывают и отсылают своим семьям. Пипец просто. Это не то, что копейки. А ты предположила 3000. Я предположила 3000. Это по-не миллиардеры были, если бы у них 3000 было. 1300. Это капец, да. Даже если все включено, даже если есть еда. Он сказал, accommodation это общежитие. Да. Это ж жёстко. Это то, что у каждого... Мне кажется... Каждый живёт в отдельной квартире, комнате, квартире. Это вообще даже о комнате речь не будет. Да, там бывает 6-6 людей в этом. Да. Вместе в одной комнате живут. И знаете, что я скажу? Я теперь предполагаю, что он ещё подрабатывает свой выходной где-то. Да. Потому что это вообще как бы... Сейчас он посмотрит, если мы, наверное, должны выйти, чтобы они с этого убрали. Хорошо. Хорошо, ребята. Мы идём отсюда и вы обрабатываете здесь, хорошо? Спасибо. А, нет, не закрыл. А я эту штучку, я же лайфхак делаю. Вот. Ну что, народ, так я немножко в шоке, конечно, от зарплаты, ребят. Поэтому я вам так скажу, что... 1300 дирхам. Я это в субтитрах уже перевела в доллары, ещё раз показываю. Ну, поэтому я вам сразу скажу, есть вот такие профессии, где вот белых людей не берут сюда. Ну, белых человек, ну, скажем так, это не потому, что какой-то мы выше или ниже нацию, а просто... Ну, например, няни только в Филиппинке. Ну, не только. Вы даже не зарегистрируйте другую няню, она у вас будет работать неофициально. Ну, потому что на такие деньги человек не пойдёт работать. Тем более в Дубае цены... В Дубае это вообще ничто. Ещё в Ильяне как-то... Мне кажется, в Ильяне какие зарплаты. Или... Да, народ, что же вы это вообще слушаете? Сейчас в конце мы вам ещё покажем, как ребята убрали, но... Думаю, чаевые они заслуживают. И очень хотелось бы, чтобы люди именно в этом отеле... Не, мы не выплянчиваем, мы не... Да, чтобы давали им. Не говорим о том, что надо, вы посмотрите. Там просто вот есть... Это извечная тема. Почему я должен давать? Потому что мне что никто не даёт? Я на работе, а мне никто не даёт. Не, понимаю, сейчас многие напишут, особенно в нашей стране, в Украине, что мы тоже работаем уборщиком. Это тяжело. Ребята в Украине на эти деньги можно прожить. В Дубае я не знаю как. Хорошо, что у них есть питание, проживание. Но опять же, питание, чтобы вы понимали, там не будет мяса, там не будет витамины, там не будут свежих фруктов наверняка. Это будет просто. Обычно, что мы видели, им приносят в клошечках, да? Мы видели в отеле Брэдисон и рис приносят. Такой, ну, не знаю, может всё, что осталось со стола как бы. Да? Да, а что здесь такого, да? Так что вот такой, чем ничего. Если честно, я вам скажу так, они бы не позволили себе купить больше и лучше. Вот такие вот дела. Домой отсылать. Я понимаю, что там... Да, это вот все люди, которые помогают своим родным и близким. Вот сколько людей у нас покупается в бассейне. А вот наш бассейничек, который мы вам показывали уже. Да сколько времени? Да мы так смотрим. Боже, там же жарко, там же жарко. Мне тоже жарко. Кстати, сегодня пыльная буря, и один из зонтиков упал, и потом их всех позакрывали. Ну, ты видишь, сейчас ветер. Вот, если вы видите, сейчас вот дымка, дымка. Горизонт совсем не чистый. Вот почти ничего разглядеть нельзя. Не потому что окна не мытые, а потому что дымка. Мы сейчас пожелаем ребятам удачи и покажем, как они убрали. Ну, то есть убирают чистенько, всё вымывают. Спасибо им большое, конечно, за это. Смотри, он всё прочекал. Он посмотрел, он вот этот парень, который, ну не надо показывать. Да, человек? Какой именно? Вот этот, который ты снимаешь, да? Да. Он всё покупки смотрел. Спасибо, ребята. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Вот, ребятам чаевушки дали. Они довольны. Вот, пол протёр. Мы, кстати, как-то тоже пришли, смотрим, пол мокрый. Такие, думаю, что такое? Это ребята только убрали. Всё убрано, всё чистенько. Нам приятно здесь находиться. Что я вам могу сказать? Вот такое у нас получилось видео. Не знаю, пишите. Прикольно было, не прикольно. Наташкина идея. Наташа молодец. У меня вообще была идея взять много интервью с работниками, вот, тоже с нашими украинцами, с русскими. Никто не хочет давать, никто не хочет рассказывать. Подожди, давай. Подожди, давай. Вы подписывайтесь, ставьте лайки, и Наташа сейчас... Не травмируйся, пожалуйста. Я подсказнула. Но она в маске. Она не травмировалась, она в маске. Всё хорошо. Я в маске. Ребята, сразу вам скажу, это утро. Мы ничего не пили, всё нормально. Мы пили только сок. Потому что очень весёлая. Я не поняла. В общем, Наташа весёлая девчонка, и наш канал тоже очень весёлый. Это прыгнуть на кровать. Пока. Всё, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, всем добра и хорошей работы.